Страна уже более двух недель переживает социально-политический и экономический кризис из-за происходящих ереваний митингов, протестных выступлений, демонстраций, уличных шествий и акций неповиновения. Вчера оппозиция вновь призвала народ к борьбе против правительства Пашиняна. Заявив, что акции неповиновения против правительства будут продолжаться до последнего, заместитель председателя парламента Армении, активный член террористической партии Дашнак Цюцун Ишкан Цегателян потребовал безоговорочного освобождения всех арестованных на акциях, свободы политическим заключенным. Присоединившиеся к призывам своих лидеров, протестующие в этот раз переклеят дороги в центре Еревана, на улицах Домирчана и Абавяна, парализовав движение транспорта. Прибывшие на место спецназовцы без какого-либо предупреждения попытались разогнать толпу и нормализовать движение. На отказавшихся подчиняться полицейским была применена сила. Несколько протестующих было задержано и доставлено в полицейские участки. Армянская пресса сообщает, что среди арестованных есть и военнослужащие ветераны. Между тем, в Ереванском суде по тяжким преступлениям начался суд над бывшим генеральным прокурором Армении Агваном Осипианом. Агван был председателем Верховного суда при бывшем президенте Робе Чекочаряне и генеральным прокурором во время президентства Саргисиана в 2008-2018 годы. Бывшего генерального прокурора подозревают в совершении преступления по трём самым тяжким статьям закона. Также было обнаружено, что у него есть совместный стержень с Саргисианом «Бизнес в Европе» и средства в офшорных банках. Агван был одним из первых, кто сбежал из страны после майской революции 2018 года. Задержанный Интерполом в России, экскемпрокурор был экстрадирован в страну. Если преступление генерального прокурора Армении будет доказано, следующие 12 лет своей жизни он проведёт за решёткой.